Пока в отдельных странах уже вовсю идет вакцинация населения от коронавируса, другие лишь начинают ни шатко, ни валко приступать к этому процессу. Третьи и рады бы уколоться и забыться, да нечем, вакцины собственного производства нет, а богатенькие буратины своими запасами делиться не спешат. Таким образом, в нашем мире на глазах начинает образовываться еще один разлом. Теперь деление его жителей на чистых и нечистых будет проходить по принципу «переболел», «не переболел» и «привит», «не привит». На Западе, где разговоры о введении аусвайсов в новую жизнь, имеющих рабочее название ковид-паспорта, ведутся уже более года, вовсю делаются прогнозы относительно того, во что такое разделение превратит нашу жизнь. Скажем откровенно, они далеко не радужные. Между диктатурой и хаосом. Спектр возможных вероятностей постковидного будущего достаточно широк. К примеру, эксперты, привлеченные американским мультимедийным изданием «Политика», специализирующимся на политической аналитике, насчитали их не менее шести, причем с достаточно большим разбросом. Впрочем, вариант пасторального и лубочного завтра, в котором правительства хотя бы большинства государств Земли дружно объединяются в едином порыве борьбы с пандемией и ее последствиями, едва ли не все аналитики оценивают в промежутке от утопичного до смехотворного. Да, можно помечтать о том, что граждане, по крайней мере, развитых стран, получат всю необходимую медицинскую помощь, и даже сверх таковой, вплоть до бесплатных тестов, которые смогут использовать прямо на дому, а также социальную и материальную поддержку от своих правительств на достаточном уровне. После чего мировые державы рука об руку отправятся спасать сирых и убогих страны третьего мира, чьи экономические проблемы коронавирус усугубил просто до предела. Однако, суровые жизненные реалии уже достаточно зримо продемонстрировали абсолютную невозможность подобного сценария. Тут остается только перефразировать имевшую хождение до пандемии поговорку «своя вакцина ближе к телу» и смириться с тем, что идеи всемирной взаимопомощи и всеобщей солидарности оказались совершенно пустым звуком даже перед такой серьезной угрозой, как COVID-19. Скорее всего, развиваться ситуация будет с точностью да наоборот, COVID-паспорта, появление которых эксперты-реалисты прогнозируют уже к середине-концу нынешнего года, пусть пока и не повсеместно, станут основой для новой системы всемирной сегрегации. Хочешь жить по-человечески, иметь пристойную работу, нормальный досуг и возможность путешествовать? Вакцинируйся. Не хочешь? Тебе не место среди цивилизованной публики. Не можешь? Ну, извини. И убирайся от тотального контроля за соблюдением множества ограничений и запретов, по мнению традиционно озабоченных сохранением демократических ценностей западных аналитиков, практически неизбежно вызовет резкое усиление следящих и репрессивных функций тех государств, которые поставят во главу угла принцип «не вакцинирован, не человек». Создание коронавирусной полиции. А почему бы и нет? Тем более, что в совокупности с ведением по европейской традиции зубодробительных штрафов за нарушение правил, окупит себя подобная структура достаточно быстро. В свою очередь это просто не сможет не породить ответную реакцию со стороны вынужденных изгоев и парей 21 века. Их ряды пополнят и категорические противники любых прививок, как таковых, и те, кто не сможет получить пропуск в новую жизнь, в виде спасительного укола в силу, допустим, нарушения иммунитета или иных особенностей собственного организма. И тут уж можно ожидать чего угодно, от создания подпольных ночных клубов и прочих заведений досуга для невакцинированных, до возникновения более или менее массовых общественных, а в будущем, и политических движений против ковида-партеида. Маловероятно. Ну, как сказать. В прошлом месяце в той же Франции, к примеру, уже были замечены протестующие, нацепившие на себя точную копию желтых звезд Давида, которые нацисты заставляли носить евреев гетто, с помещенной внутрь этих знаков надписью «Непривитые». Лиха беда начала. В свою очередь правительства вполне смогут использовать карантинные ограничения для подавления протестов и изоляции определенных групп населения, таких как, допустим, мигранты в Европе. Таким образом, человечество будет балансировать на грани между ковид-диктатурой и ковид-хаосом. Живя при этом в условиях, назвать которые нормальными, язык не поворачивается. Еще более разъединенные нации. Серьезнейшая проблема состоит в том, что, вопреки всем разговорам о выработке неких единых критериев, стратегий и подходов, каждое государство противостоит пандемии на свой лад, используя собственные инструменты и нещадно критикуя соседские. Начать тут следует с того, что прививочная кампания проводится совершенно разными вакцинами. Одно это уже создает условия для множества коллизий и проблем. Вот, к примеру, недавно стало известно, что в Израиле наотрез отказываются признавать ту паленую гадость, которой сегодня колют граждан Украины под маркой Кови-Шилд. Их в земле обетованной считать вакцинированными не собираются. В некоторых странах Европы сегодня разгораются скандалы вокруг препарата Астразенека. Прививки им прекратили делать, насколько известно, Италия, Дания, Норвегия. В принципе, в нынешних условиях любое государство может объявить прививки, сделанные в той или иной стране, неправильными, и отказаться принимать его граждан на собственной территории или пропускать их через нее. Чем не прекрасный способ для сведения счетов с коронавирусом, ника, вовсе не стоит забывать о проблемах чисто, так сказать, технического характера, которые, тем не менее, смогут превратить в отжизнь сотен тысяч и миллионов человек. Что могут представлять собой ковид-паспорта в, так сказать, натуральном выражении? Бумажную книжечку, кусок картона с вашим фото, подписями и печатями. Крайне сомнительно. Это вообще-то позавчерашний век, да и поделывать такие документы будут не то что массово, а повсеместно. Скорее всего, как показывает практика, в том числе и отечественная, это будет программное приложение, устанавливаемое на смартфон и доступное для обновления и корректировки извне. Следовательно, те, у кого этот гаджет по тем или иным причинам отсутствует, из жизни будут вычеркнуты по определению. Впрочем, и владельцев умных устройств может подстерегать масса неприятностей. Вас ожидает, к примеру, пересадка с рейса на рейс в международном аэропорту. Замечательно. Мы рады вас видеть, но на борт нашего лайнера вы не взойдете. Что значит, есть приложение? Простите, но у нашей авиакомпании в ходу другое. Откуда мне знать, как его установить? Трубка разрядилась. Ну, так покиньте наш ресторан немедленно. Зарядите, придете. Это лишь самые мелкие проблемы чисто бытового уровня, которые будут неизбежны в мире с ковид-паспортами и ковид-пропусками. Можно не сомневаться, что и они, и куда более серьезные инциденты, в результате которых у людей будут срываться серьезные деловые переговоры, а то и более масштабные планы на жизнь, породят громадную волну судебных разбирательств. В них ответчиками будут как многочисленные транспортные компании, предприятия общепита и торговли, так и прежде всего государство, одобрившее и благословившее политику коронавирусного разделения. Ведь ничего подобного в законодательстве тех же стран Европейского Союза, до нынешних времен стремившихся к максимальной открытости, не прописано. При этом крайне сомнительно, чтобы они успели его поменять сверхоперативно. Ведь делать это придется вплоть до уровня Конституции, которым, вне всяких сомнений, примутся апеллировать адвокаты, отстаивающие права своих клиентов, основополагающие права и свободы которых были нарушены, по сути, совершенно незаконно. И, кстати, что делать с ситуациями, когда в результате появления новых штаммов COVID-19, выявляемых, как показывает практика, вполне регулярно. Выданные ранее сертификаты чистоты будут превращаться в натуральные филькины грамоты. Человечество сегодня рискует втянуться в бесконечный бег по карантинно-прививочному кругу, добавляя к объективным проблемам, принесенным пандемией, повышенная смертность, чрезмерная нагрузка на здравоохранение, разрушение экономики, еще и проблемы субъективные, вызванные попытками объять необъятное и впихнуть. Ну, вы поняли. При сегодняшних темпах вакцинации, составляющих в России 110-130 тысяч человек в день, она практически не отстает в этом вопросе от ведущих стран мира. Да, США, или тем более Израиль, здесь нас опережают. Но относительно ведущих стран Европы разрыв не так уж и велик. По одной из экспертных оценок для получения иммунитета половиной наших сограждан понадобится примерно года полтора, если не поднажмем, в то время как Германия с ее намного меньшим населением должна уложиться в 220 дней. К слову сказать, той же Украине для достижения подобного показателя потребуется четверть века. Впрочем, не ей одной. Это несет риск превращения тех или иных стран нашей планеты, а то и целых ее регионов, в ковидные гетто, с крайне неприятными последствиями как для тех, кто попадет в эти резервации, так и для их соседей. Мира и покоя на Земле от этого однозначно не прибавится. Единственным, пожалуй, оптимистичным сценарием среди всех прорабатываемых сегодня, можно считать прогноз, в рамках которого человечество, отойдя от коронавирусного психоза, начнет расценивать этот вирус, который к тому времени наверняка изрядно растеряет смертоносность на уровне обычных сезонных эпидемий гриппа. В таком случае, если с болезнью будут бороться, не перегораживая при этом весь мир, введенными во имя противостояния ей карантинными рогатками, и не ставя жизнь людей и целых стран, в полную зависимость от наличия или отсутствия прививок, у жителей Земли будет реальный шанс вернуться к нормальной жизни. А не существовать в одной из жутковатых постковидных антиутопий.